МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Когда день год кормит? Ход посевной обсудили на совещании в Доме правительства. Под диктовку в Чувашии прошла акция грамотности «Тотальный диктант». Изящество, легкость и красота. В Чебоксарах завершился международный балетный фестиваль. Аграрии Чувашии приступили к весеннеполевым работам. В большинстве муниципалитетов начали подкармливать озимы, а на юге республики уже сеют яровые культуры. Ход посевной сегодня обсуждали на завещании в Доме правительства. Сейчас дорог каждый день. Чтобы не потерять будущий урожай, работы на полях должны быть завершены в сжатые сроки, отметил глава региона. Управлять нужно, организовывать работу присел и подсказывать. Все меры нужно принять для того, чтобы не было простоев техники. Все бюджетные параметры, которые предписаны для сельхозтоваропроизводителей, они в свое время должны быть доведены. Тут никаких сбоев я не вижу. В этом году для поддержки агрария в бюджете региона заложили более 2 миллиардов рублей. Хозяйством пойдут на встречу и нефтяники. В дни весеннеполевых работ дизельное топливо будут продавать по льготным ценам. В целом обеспеченность ресурсами для проведения весенней кампании в текущем году превышает уровень прошлого года. По семенам обеспеченность 102%, доля кондиционных 95%. По минеральным удобрениям обеспеченность составляет 50%, накоплено 10 тысяч тонн. Задача агрария – переходить на рентабельные культуры. Сейчас стабильным спросом пользуется РАПС. По прогнозам будут расти и цены на зерно. Хозяйства должны увеличивать экспортные поставки продукции, отметил глава республики. На экспорт приличное количество продали сельхозтоваропроизводители Российской Федерации. И Россия уже не чуть ли, наверное, там первая или вторая страна в мире по экспорту зерна. Все те правила игры, которые выстроены, использовать надо максимально и работать на результат. Вся посевная площадь под урожай 19-го года составит 540 тысяч гектаров. Теравосев планируется провести на площади 310 тысяч гектаров. Экспорт и цифровизация энергосистемы – ключевые темы форума «Релавэкспо». В этом году он пройдет в пятый раз и соберет более 400 участников. Для предприятий республики это возможность наладить новые контакты. Сегодня все федеральные энергетические компании взяли курс на цифровизацию. И поэтому тема выставки была определена как цифровая электротехника, электротехника будущего. На выставке будет представлено передовое оборудование, комплектующие, используемое при построении цифровых подстанций. В Чебоксарах пройдет и международный форум «Волга-Янзи». В его рамках столицы региона предстоит принять губернаторов провинции Китая и представителей ведущих вузов Поднебесной. Переговоры на высшем уровне – это еще один шаг к двухстороннему взаимодействию стран и росту товарооборота. Дмитрий Ковалев и Павел Редков, Республика. Проведение весенних полевых работ обсудили и на совещании сельхозпроизводителей, которое прошло в Цивильском районе. Особое внимание обратили на качество семян, наличие ГСМ, техническое состояние сельхозмашин. Сроки и качество проведения посевной кампании во многом зависят не только от погодных условий, но и от того, сколько техники выйдет в поля. Аграрии республики делают все возможное, чтобы к началу сезона все сельхозмашины были в исправном состоянии. Колхоз Ленинский у нас занимает 5600 гектаров земли, общая площадь, пашня, из них пашня 3600. Техосмотр мы провели, закупаем сейчас удобрения, семена зимой закупили. Если погода даст, начнем работать. В нынешнем сезоне в весенних полевых работах будут задействованы более 2300 тракторов и другой техники. Большая ее часть уже готова выйти в поле. На сегодняшний день техосмотры проводятся во всех хозяйствах, в том числе и частном секторе. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 10.13 о техническом осмотре самоходных машин и других техники есть перечень требований обязательных, предъявляемых для безопасной эксплуатации, техники безопасной, жизни и здоровья людей. Те показатели нормы еще не соответствуют, то есть, соответственно, техосмотр не проходит. В целом, к весенним полевым работам аграрии готовы. Однако, некоторую настороженность в этом году вызывает состояние озимых. Мы понимаем, что в зиму они ушли ослаблены, серьезно отстают в развитии. Сегодня, в принципе, условия для возобновления вегетации складываются на территории республики по-разному. Мы можем ожидать выпривания погибели посеев озимых на значительных площадях. До 25% посеев озимых культур находятся в плохом, неудовлетворительном состоянии. Поэтому сегодня министрам сельского хозяйства Чувашской республики поставлена задача, возможно, короткие сроки провести с участием специалистов гидрометеорологической службы Чувашской республики обследование всех посевов озимых культур. Работа началась уже сегодня. Комиссия поехала в Парецкий район. Завтра с утра мы массово объезжаем южные районы, обследуем поля. Задача агрономической службы в текущем году – уделить озимым культурам самое пристальное внимание. В полном объеме выполнить все технологии выращивания, чтобы осенью собрать хороший урожай. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика. Группа контроля Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» проверила, как в республике реализуются национальные проекты. Делегация побывала на ряде объектов участников федеральных программ. Об итогах визита – в нашем материале. Предприятие «Сейспель» – одно из первых в республике, стало участником нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Результаты – увеличение объема выпускаемой продукции. Но вместе с этим есть и сложности. Ряд проблем, связанных с выходом на экспорт, с рядом программ по импортозамещению, требует вмешательства, в том числе, может быть, на нашем уровне, на уровне федерального собрания. И мы готовы здесь подставить плечо и какие-то запросы направить, чтобы помочь предприятию выйти на новые показатели. Встречи и разговоры на местах – так работали участники делегации. Они разделились на четыре группы по четырем национальным проектам. Про развитие здравоохранения у группы контроля вопросов не возникло. Мы увидели, конечно же, замечательно выстроенную структуру оказания медицинской помощи на разных этапах. Общее мнение наше сложилось таково, что как бы таковых рисков исполнения поставленной цели и задач, которые есть, мы даже не увидели. Рисков не увидели и члены группы контроля по реализации проекта «Экология». Сенаторы и депутаты посетили рекультивированную пехтулинскую свалку, биологические очистные сооружения и мусоросортировочную станцию. Хорошо, что вы заранее, еще до начала национальных проектов, да, в принципе, так же, как и по мусоропереработке, начали эту работу. И сегодня можно говорить, что вы достаточно успешно выполняете те задачи, которые сегодня ряд субъектов только начинают не решать, а даже думать. Перед регионом большой объем работы по реализации нацпроекта «Демография». В этом году должны ввести в эксплуатацию 17 детских садов. Все идет по плану, отметили участники делегации. То, что вы со стороны даете соответствующие оценки, для нас это очень важно. Управленческие команды по функционалу четко должны быть определены, кто за что отвечает и кто правоприменительные практики, как объяснитель, достигает этого результата. Поэтому благодарю, будем работать, будем обмениваться, будем снимать все те проволоки. В свою очередь представители «Единой России» предложили свою систему партийного контроля. Главная цель – закрепить персональную ответственность депутатов всех уровней. Они взаимодействуют с населением, они перед ними отвечают. Можно создавать общественные группы контроля с привлечением специалистов, экспертов, которые будут вовремя проводить мониторинг. И если в случае, если какие-то нарушения допускаются, вовремя реагировать. Поэтому вот эта система должна заработать, она должна дополнять. Татьяна Леонтьев, Борис Андреев, Республика. Мозговой штурм, круглые столы и встречи без галстуков. В столице Чувашии завершился форум реализации национальных проектов на территории Чувашии. Механизм и детали воплощения их в жизнь прорабатывали главы всех районов и городов Республики вместе с министрами в течение двух дней. С ними работала и наша съемочная группа. Специальный репортаж о форуме смотрите сразу после выпуска новостей. Чувашия в числе 20 регионов страны перешла на цифровое телевещание. Абсолютное большинство жителей Республики принимает сигнал 20 федеральных каналов в высоком качестве. У всех, кто не успел перейти на новый формат цифрового вещания, по телевизору будут транслировать информационный ролик с подробными инструкциями и номерами телефонов горячих линий. Специалисты будут принимать звонки с 9 утра до 7 вечера по телефону 26 11 11. У нас в каждом муниципалитете есть ответственные, которые сегодняшнего дня в усиленном режиме будут соответственно мониторить стоимость цен и наличие оборудования в торговых точках на муниципалитете. И самым главным у нас является работа горячей линии. Работу горячей линии мы отслеживаем каждый час. С сегодняшнего дня работает 6 операторов. В Чебоксарах стартовал весенний экологический месячник. В выходные общегородской субботник охватил Красную площадь, Мемориальный комплекс Победа, скверы Константина Иванова, на площади Республики и у здания МВД. Что еще предстоит сделать, обсудили на еженедельной городской планерке в мэрии. Экологический месячник начался с осмотра техники. Уборочные машины, тракторы, грейдеры, погрузочные, поливальные машины. Все они стоят на страже городской чистоты. Но главная роль в уборке территории, конечно, принадлежит неравнодушным жителям. Около 12 тысяч человек приняли участие на общегородском первом субботнике, экологическом субботнике. До этого проходили санитарные дни и в течение недели порядка 21 тысяч человек принимало участие. Более 800 кубических метров мусора было вывезено и дежурные машины были выведены в воскресный день. В целом считаю, что работа была проведена неплохо, но это только начало. У нас впереди еще очень большой объем работы, который нужно провести в течение апреля месяца. И до 1 мая практически весь город сегодня, до 1 мая полностью вычистить город. Помимо городских территорий, парков, скверов и дворов благоустраивают памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. Обновляют надписи, красят памятники и ограждения, расчищают газоны. Совместно с представителями районных администрации города Чебоксара МБУ управления ЖКХ благоустройства была проведена ревизия памятников, установленных на территории города. На основании данной ревизии выявленных замечаний подрядной организации поручено организовать работы по косметическому ремонту памятников и наведению должного порядка прилегающей территории. На текущем содержании МБУ управления ЖКХ благоустройства находятся 12 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. На планерке обсудили и вынужденную эвакуацию из городских объектов в прошлую пятницу. 12 апреля на электронные адреса 17 организации учреждений Чебоксар поступила информация о заложенных взрывчатых веществах. Людей эвакуировали из четырех административных зданий из больницы торговых центров. На местах работали специальные службы. Взрывчатые вещества и подозрительные предметы не нашли. Информация была ложной. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика. 80 стран и 6 континентов участвовали в этом году в акции «Тотальный диктант». Чуваша писала под диктовку в седьмой раз. Обычно части сложно сочиненного предложения разделяются запятой. Например, вошел тотальный диктатор, запятая, и все задержали от страха. Точка. Чтобы никто не дрожал от страха перед началом, хоть добровольного, но весьма волнительного мероприятия, правила русского языка участникам «Тотального диктанта» уже по традиции напоминают в специальном выпуске проекта «Хобости». Одна из самых крупных площадок акции в республике – новый корпус Чувашского госуниверситета имени Ульянова. Здесь диктант писали более 600 человек. Я из Туркмения приехала, учусь русский язык два года уже. Я сама хотела писать «Тотальный диктант» и преподаватель нам сказала прийти. И будем писать на отлично. В этом году автором текста для диктанта стал писатель и журналист Павел Басинский. Текст диктанта состоит из четырех частей для разных часовых поясов. Мы пишем третью часть, она будет посвящена пьесе Максима Горького «На дне». Написать диктант можно было, не выходя из дома и в любое время онлайн. Однако участники признаются – в аудитории другая атмосфера. Это круто – писать вместе с сотнями тысяч людей – от Сахалина до Клининграда. Раньше я «Тотальный диктант» не писала, но это для меня было что-то новое. Какие-то правила, которые я думала, что они мне вообще в жизни не пригодятся, оказывается, все это очень важно. Теперь буду учить русский язык еще больше. Организаторы обещают проверить работы к 27 апреля. Утенок-талисман 550-летия Чебоксар получил имя. Такая новость появилась сегодня на портале «Открытый город». Всего на конкурс представили 10 имен. К примеру, Савик, Чебруша и Чебокряша. В голосовании приняли участие 1580 человек. Большинство пользователей портала проголосовало за имя Чебоксарик. Предварительный опрос проводился в детских садах. Имена герою предлагали малыши и их родители, сообщается на портале. В Чебоксарах состоялся гала-концерт 23-го международного балетного фестиваля. На итоговом выступлении артисты исполнили номера из спектаклей и шедевров мирового балетного искусства. Глава республики Михаил Игнатьев лично поблагодарил участников фестиваля. Балетный форум – одно из главных и, пожалуй, самых ярких событий культурной жизни столицы. У жителей Чувашии появляется уникальная возможность увидеть на одной сцене выступления звезд отечественной и международной балетных школ. За две недели работы фестиваля в Чувашском государственном театре оперы и балета были представлены постановки как для любителей классического танца, так и для тех, кто следит за современными тенденциями балета. Специальную программу подготовили и для самых юных зрителей. Впрочем, детские спектакли высоко оценили и взрослые. Этот фестиваль мне интересен именно тем, что здесь были представлены спектакли разного жанра. То есть это была и эксклюзивная постановка, родившаяся в этом театре, я имею в виду балет «Атилла». Это спектакли в таком contemporary dance, приглашенный московский коллектив «Новый балет» показал свою работу. Это и спектакли театра для детей, что очень важно. Завершился двухнедельный праздник танцевального искусства концертом звездных танцовщиков, лауреатов международных конкурсов Ксения Овсяник и Денис Виейра. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин